Ассаламу алейкум, рахматуллах и бабракату, братья и сёстры мусульмане, приветствую вас на канале Islam World. Мусульманские кладбища и их посещение. Мусульманские кладбища – это специальная территория, участок земли для сохранения умерших, придерживавшихся в жизни исламской религии, при этом не имеет значения их расовая или национальная принадлежность. Особенностью мусульманских кладбищ является то, что они, как правило, находятся за чертой населенного пункта и окружены забором, служащим ограждением от животных. Согласно шариату, разрешается установка на могилах над могильных плит, для того, чтобы люди знали, что это могила и не ходили по ней, а также для того, чтобы можно было узнать могилу близкого человека. Указанием на это служит следующий хадис, в котором сообщается, что когда похоронили Усмана ибн Мазуна, пророк, салаллаху алейхи вассалам, повелел одному человеку принести камень, но тот не смог. Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалам, пошел и сам принес этот камень и, положив его у изголовья, сказал, «Благодаря этому я узнаю могилу своего брата и буду хоронить здесь тех, кто умрет из числа членов моей семьи». Следует помнить об умерших родственниках, посещать их могилы, просить прощения за их грехи. Следует также по возможности ухаживать за могилами всех других мусульман, приучать к этому своих детей и родственников. Хоронить мусульманина на немусульманском кладбище, а не мусульманина на мусульманском, строго запрещено. Требования в отношении мусульманского кладбища Первое. На мусульманском кладбище не могут быть захоронены представители других религий. Второе. Выделение на мусульманском кладбище отдельного участка для захоронения членов одной семьи допускается, если это не ведет к затруднениям при захоронении других людей. Третье. Между могилами на кладбище необходимо предусмотреть проходы, чтобы люди, посещающие кладбище, могли легко подходить к могилам, не переступая и не наступая на соседние могилы мусульман. Не следует также сидеть на могилах верующих. Четвертое. Могила сооружается таким образом, чтобы было возможно положить в нее умершего лицом в сторону Каабы. Пятое. Рекомендуется, чтобы могила была скромной. На могильном камне, плите, указывают имя того, кто в ней похоронен. Обычно, придя на кладбище, приветствуют мусульман, похороненных на нем, следующими словами. «Приветствия вам, у обитателя могил, да простит Аллах вам и нам грехи. Вы ушли раньше нас, а мы следуем за вами». В хадисе, переданном Ибн Аббасом, сказано, «Если мусульманин, проходящий мимо могилы своего брата-мусульманина, которого знал при жизни, передает ему салям, то умерший узнает его и отвечает на это приветствие». Этот хадис передал Ибн Абд Аль-Бар. «Мусульманам, проходящим по кладбищу, желательно читать суры из Корана, ибо умершему приносят пользу многие добрые деяния мусульман, если их совершают с намерением передать вознаграждение за них умершему. К таким благодеяниям относятся милостыня, садака, намаз и другое. Обо всем этом более подробно мы расскажем ниже. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалам, советовал нам посещать кладбище, так как это напоминает о смерти и конце света. При посещении могил нельзя совершать такие греховные деяния, как потреблять спиртное, ставить свечи и тому подобное. Сидеть на могиле мусульманина и наступать на нее, шариат запрещает. В соответствии с этим же, нежелательно и ложиться на нее. В достоверном хадисе посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалам, сказано, вам лучше сидеть на раскаленных углях, которые сожгут вам одежду и дойдут до вашей плоти, чем сидеть на могиле. Однако, при возникновении необходимости, например, невозможно дойти до могилы родственника, или другого, которого вы хотите посетить, кроме как путем перехода, через другие могилы. Тогда это не возбраняется. Не возбраняется и ходить между могилами в обуви. Если на обуви имеются нечистоты, то нежелательно в них переходить через могилы. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Они важны для нас. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Продолжение следует...